Волков Владимирович Волков Владимирович родился 28 ноября 1900 года в Смоленской губернии в семье служащих. Отец Волков Ивана Евграфович был постоянным жителем города Гжатска, но работал конторщиком по найму в Грагобургском уезде. Мама Елизавета Ильична Волкова была образованной культурной женщиной, прекрасно играла на рояле, преподавала музыку на дому, а также занималась домашним хозяйством. Семья Волковых Ивана Евграфовича и Елизаветы Ильичны была большой и дружной, состояла из 8 человек. У Владимира Ивановича Волкова было 4 брата Николая, Сергей и Александр, Алексей и сестра Надежда. Волков Николай Иванович был участником первой эмпистической войны. В городе Гжатске заведовал учебной частью реального училища. Сергей Иванович Волков окончил Ленинградский электротехнический институт, затем работал инженером на судоремонтном предприятии. Кроме Владимира Николая и Сергея в семье было еще трое детей – Александр, Надежда, Алексей. В 1911 году Волков Владимир поступил учиться в Гжатское реальное училище. Учился в реальном училище – отлично. Во втором классе за успехи в учебе и благонравное поведение был награжден книгой Аксакова. В 1913 году участие уже в третьем классе Володя Волков был награжден книгой Александра Сергеевича Пушкина с дарственной надписью «Дана сия книга» по постановлению Педагогического совета Гжатского реального училища ученику Волкову Володе в награду за благонравное поведение и отличные успехи в науке и книгой «Чарльса корни своими животных». Окончил Волково училище с отличием в 1918 году. После окончания реального училища он поступает на работу в земельный отдел Гжатского исполнительного комитета, сначала работая в должности статиста, а затем секретарем отдела. В мае 1919 года по призыву советского правительства Владимир Иванович Волков пошел добровольцем в Красную армию. Затем был направлен в город Смоленск на учебу, на артиллерийские курсы командного состава. Окончив курсы, был назначен в Восточный фронт, сражался против белополяков. В должности начальника связи Владимир Иванович Волков прошел всю войну в Испанской Польше, участвовал во многих боях от Березины до Варшавы. После войны с белополяками Владимир Иванович был направлен на учебу на высшие артиллерийские курсы при штабе Западного фронта в городе Смоленске. В 1921 году Владимир Иванович получил назначение в городе Жатск, учебный артиллерийский дивизион, где проходил службу сначала начальником связи дивизиона, а затем начальником школы связи этого же дивизиона. В 1922 году он получает новое назначение сначала руководителем артиллерийской школы второй ступени, а затем высшей, объединенной школой главного управления военных учебных заведений в городе Смоленске. В середине 1923 года в связи с расформированием школы Смоленске Владимир Иванович вновь был назначен в городе Жатск, заведующим учебной частью школы среднего командирского состава, учебной батареи и помощником командира этой батареи в течение двух лет. В это же время Владимир Иванович Волков окончил в городе Москве педагогические курсы при высшей тактическо-стрелковой школе. В 1927 году он становится слушателем военного отделения Ленинградского электротехнического института имени Владимира Ивановича Ленина. В 1930 году окончил институт и стал работать инженером в научно-испытательном институте военно-воздушных сел РКК, затем начальником отдела политичества. Он вел большую работу по опытному строительству, испытаниям и научным исследованиям в области специального электрооборудования самолетов и аэродромов. В 1931 году Владимир Иванович был участником первой всесоюзной конференции по естественному освещению в городе Ленинграде. В 1940 году Волков работает в должности начальника группы отделов спецслужб в научно-исследовательском институте военно-воздушных сил. За годы службы в научно-исследовательском институте он систематически участвовал в работе комиссий на заводах по опытным и серийным самолетам и по обеспечению специальным оборудованием самолетов, на которых совершали рекордные полеты прославленные летчики Чкалов и Громов через Северный полюс. Волков Владимир Иванович был одним из инициаторов организации сначала военно-этотехнической академии имени Буденного, а затем и военно-воздушно-инженерной академии Жуковского подготовки инженеров по технике специальных служб, лично участвовал в разработке переначальных планов и программ по этому назначению. В начале Великой Отечественной войны Владимир Иванович получил назначение начальником управления заказовой приемки техники специального оборудования военно-воздушных сил. В этой должности он состоял всю войну, ведая опытными и серийными заказами этой техники для фронта и ее военной приемкой на заводах. С 1942 года он член Коммунистической партии Советского Союза. В этом же году ему было присвоено генеральское звание генерал-майора. За сослуги в годы Великой Отечественной войны Владимир Иванович Волков был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны Первой степени, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Богдана Хмельницкого, орденом 9 сентября 1944 года с мечами первой степени Болгарии. В 1947 году Владимир Иванович был назначен начальником Краснознаменной ордена Ленина Военно-воздушной академии имени Николая Егорча Жуковского и возглавлял ее в течение 22 лет. До ухода в оставку по возрасту под его руководством академии существенно вырос научный потенциал, успешно развивались научные направления в области самолета, строения, авиационного, приборного и радиотехнического оборудования. Он добился расширения материально-технической базы, академии за счет возвращения Петровского дворца. Слушателем военно-воздушной инженерной академии были летчики-космонавты СССР, Юрий Алексеевич Гагарин, первый миллер летчик-космонавт, Титов, Терешкова, Быковский, Попович и другие летчики-космонавты. Волкову Владимиру Ивановичу в 1967 году было присвоено звание профессора от имени ученых академии. Владимиру Ивановичу Волкову была подарена книга о профессоре Жуковске с дарственной надписью «Лубоко уважаемому Владимиру Ивановичу». Благодарностью за большой вклад в дело сохранения и развития лучших традиций Жуковского. А в 1986 году Белосерковский Сергей Михайлович, он являлся заместительным начальником академии по научной работе, руководитель был дипломного проекта. Юрий Алексеевич Гагарин подавил книгу «Диплом Гагарина» с дарственной надписью «От актора дорогому Владимиру Ивановичу Волкову, которому я многими обязан с любовью и уважением». Волков вошел в историю академии как талантливый организатор образовательного процесса, широким кругозором и военной эрудицией. При Владимир Ивановиче Волкове в академию было введено заочное обучение. С 1961 года по 1968 года была организована инженерная подготовка группы летчиков-космонавтов СССР во главе с Юрием Алексеевичем Гагарином. Волков Владимир Иванович был уважаемым и почетным гостем на приемах в Дворце съездов по случаю праздновения Великих Праздников. В 1968 году Владимир Иванович Волков вручал диплом об окончании Воевоздушной жизненной академии имени Жуковского летчиков-космонавтов СССР, героя Советского Союза Гагарина Велисеевича, Титову и другим летчикам-космонавтов. С 1947 года в течение 24 лет Волков избирался депутатом Московского областного совета депутата трудящихся и Московского городского совета депутата трудящихся, которым непрерывно работал в составе постоянной комиссии по культуре. Награждался почетными грамотами за активную депутатскую деятельность в течение семи созывов. В течение ряда лет состоял членом секции военных наук и военной техники комитета по ленинским премиям в области науки и техники. Участвовал в подготовительной и эволюционной работе по созданию труда «История военно-воздушных сил» в Великой Отечественной войне и труда авиации «Космонавтика СССР». Владимир Иванович Волков был делегатом 19, 20, 21 и 23 партийных съездов КПСС и делегатом 11 партийной конференции КПСС. В 1985 году в честь 85-летия со дня рождения Владимира Ивановича, генерал-полковника авиации, был вручен почетный диплом о присвоении звания почетного гражданина города Гагарин Смоленской области. Супруга Волкова Любой Васильевна, уроженка города Вжатска, была оперной певицей Московского театра народного творчества. Владимира Ивановича Волкова не стало 5 июля 1988 года. Еще при жизни он передал нашему Гагаринскому историко-краеведческому музею уникальную мемориальную коллекцию о своей деятельности. Подлинные фотографии, документы, коллекцию книг с автографами их авторов и дарственными надписями. Раритетную коллекцию правительственных наград, коллекцию подарков, подаренных ему от высокопоставленных лиц Советского государства и зарубежных стран. Открытки с автографами летчиков-космонавтов СССР Юрия Гагарина, Титова, Терешкова, Буковского, Николаева, Поповича и других летчиков-космонавтов СССР. Привестные адреса от маршала Советского Союза с подлинными их автографами предметы мебели, пианино фирмы «Бекер» и другие предметы. Коллекция насчитывает более 500 единиц хранения и является золотым фондом нашего музейного объединения. Спасибо за внимание.